Так, привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова. Сегодня у меня будет небольшое путешествие. И в это время, естественно, я постараюсь рассказать вам ту информацию, которая интересует вас и, в общем-то, те вопросы, которые пишете и адресуете. Сегодня хочу поговорить для начала о распределении обязанностей. Очень много задают мне вопросов в отношении моих обязанностей и обязанностей супруга в бизнесе. Каким образом мы не ругаемся, как каждый занимается своим делом, как это сделать? Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы, естественно, ругаемся, естественно, выясняем какие-то, отстаиваем свои точки зрения, дискутируем. И вообще я считаю, что, ну, а как без этого, да? Но в то же время у каждого есть какая-то своя зона компетентности, за которую второй несет, ну, как бы, ответственность, да? И как бы тот человек, за которым все-таки остается ключевое принятие решения, ну, если уж совсем второй там в корне не согласен и там считает, что мы сейчас потеряем много денег или еще чего-либо. Значит, сейчас постараюсь рассказать, кто за что отвечает. Ну, начну, наверное, с себя. То есть мое ключевое предназначение, прежде всего, это продукт, который мы делаем. Мы сейчас говорим с вами о пинг-баре, вот, потому что этот бизнес тот, которым мы сейчас занимаемся вместе активно, вот. И в пинг-баре я непосредственно отвечаю за сам продукт. То есть это как сами букеты, которые мы производим, так, в общем-то, и то лицо бренда, которое мы создаем. Начиная от момента того, какие цветы мы используем, флористы, которые их собирают, как должен выглядеть конечный продукт, моменты упаковки, как это должно все выглядеть, да? То есть такой определенный визуал. И, естественно, все, что касается бренда, его там логотипа, цветовых гамм, то, каким образом мы делаем какую-либо полиграфию, там, визитки, наклейки, на сайте определенные вещи. Следующий момент – это маркетинг в отношении месседжей, которые мы несем, фотосессий, которыми мы упаковываем, да, фотографии, которые делает там наш дизайнер и различные рекламные макеты. Затем, что сюда еще относится, но обязательно, естественно, блог и наша, как бы, картинка в социальных сетях, да, все, что с этим относится, то есть наше позиционирование там. То есть вот, в принципе, это такая моя основная история. На данный момент я также занимаюсь потвором персонала непосредственно в флорист, флористическую тему, потому что, поскольку наши продавцы – это люди, которые работают с клиентами, в том числе, и мне важно, как этот человек выглядит, разговаривает, как быстро работает и насколько хорошо это делает. Поэтому я этот момент контролирую, могу принять решение относительно его увольнения, если наш креативный директор немножечко, ну, как человек более жалостливый, может думать. Я, как бы, не думаю, пока язва разъедает, я ее удаляю. Вот, это, как бы, такая моя основная компетенция. Поэтому у меня, в общем-то, в подчинении находится флористический, ну, креативный директор, он не то, чтобы в подчинении, ну, в подчинении, естественно, тоже, но, как бы, мы с ним больше всего общаемся, да, в отношении непосредственно своего продукта. Что касается момента продаж, схемы продаж, то здесь я, скорее, больше являюсь, как бы, консультантом, да, ну, не такая у меня главенствующая роль, вот, а Сергей больше вырабатывает моменты, то есть я придумываю, каким образом мы можем контактировать с клиентом, что мы с ним, ну, как мы его можем заинтересовывать, интересно, а Сергей уже непосредственно работает с директором розницы и отвечает на данный момент за открытие точек, за договоренности там с торговыми центрами, с определенными местами, за внедрение продажников, за написание скриптовой инструкции под эти схемы, то есть я, например, больше пишу схематически, Сережа вникает в процессы, выстраивает их, Сережа полностью отвечает за интернет, за интернет-продажи, за интернет-бургетологов, за, то есть, как бы, со мной, моя сторона, если какие-то написать интересные тексты, вот, да, какой-то месседж придумать, дать правильные фотографии, то они тоже непосредственно всю техническую часть внедряют, плюс Сергей контролирует все финансовые вещи, ну, как контролирует, то есть это на его вещах, это одна из его ключевых, конечно, компетенции, это все, что связано с финансами, контролем финансов, внедрение, ну, как бы, постановка задачи для персонала высшего звена, уже внедрение систем, да, систем учета и всего этого, ну, и, естественно, аналитика, анализ, вот, то есть я, как бы, к этому не очень имею отношение, хотя, ну, естественно, имею, но просто, как бы, не такое ключевое, как в остальном моменте, в общем-то, эти вещи где-то пересекаются, ну, они взаимосвязаны, да, потому что, например, мне говорят, вот, нам нужно сделать новую рекламную кампанию, от тебя нужны доты-доты, да, или, там, мы хотим, там, испробовать, условно, там, спам-рассылки, от тебя нужна, там, хорошая рассылка, или какая-то фотосессия, или еще что-нибудь, вот, и я это делаю, поэтому в этих вещах мы, как бы, пересекаемся. Также Сергей занимается разработкой с дизайнерами оборудования, подбором оборудования, там, всяких этих холодильных установок, постоянно с этим есть моменты и нюансы, какими-то логистическими вещами в отношении того, что нам нужно, как должно выглядеть наше торговое место, вот, потому что сейчас на каждую точку строятся отдельные, ну, как бы, разные виды, ну, не абсолютно, но разные виды этих островков, вот, и, ну, очень много различных переговоров, которые ведутся в отношении непосредственно того, чтобы мы где-то там появились и стали. Так кажется, что это, вроде бы, быстро, но, ой, солнышко посетит, а мне, на самом деле, как бы, все это требует времени, вот. В принципе, абсолютно мы в этом случае нормально уживаемся, естественно, у нас есть моменты, да, все эти очки просто у меня чуть-чуть получается, значит, естественно, у нас есть моменты, в которых мы не соприкасаемся, ну, как бы, вернее, не соприкасаемся, неправильно сказала, в которых мы спорим, да, там, в которых у каждого есть своя оппозиция, я немножечко всегда боюсь где-то пролететь, вот, Сергей он более рискованный, на самом деле, чем я, вот, я начинаю, как бы, думать, вот, дать ли возможность рискнуть мужу, потому что были такие ситуации, когда мы рисковали, естественно, и побеждали, были другие, и я стараюсь использовать этот опыт, и все-таки, как, ну, как женщина такая рассудительная весьма, я стараюсь какие-то вещи еще раз проанализировать, и, как бы, либо войти в эту авантюру, либо объяснить, постараться, почему сейчас этого делать не стоит, в дискуссиях, как бы, все рождается обязательно, вот. Поэтому и персонал у нас, в общем-то, в подчинении делится по-разному, да, есть Сергей, с кем больше работает, есть с кем я больше работаю, да, вот и все. Самое сложное, это, конечно, рассоединить роли не себе, а своему персоналу, потому что персонал очень любит все делать кучей, им очень сложно, сложно дается момент делегирования, особенно, когда они были исполнителями, а тут нужно делегировать, они любят хватать всегда самую дурацкую работу, ну, например, расти в карьерном росте, да, ну, продолжают делать то же самое, что делали раньше, переживают, что не успевают делать новое, и, конечно, одно из ключевых наших обязанностей, и Сергеем, это является грамотно ставить задачи персоналу, учить персонал высший, как управлять, да, как делегировать, и стараться вот эти все процессы, которые мы описываем, инструкции, создаем схемы, стратегии, обязательно, ну, стараться следить за тем, чтобы вот высшие люди, которые за тем управляют уже всеми остальными, чтобы они сами понимали, как это делать, что мы от них хотим, ну, и следить именно за тем, знаете, как вот можно сравнить на дороге, вот есть четыре полосы, и каждая машина вот должна ехать в своей полосе, да, представьте, что белые едут там с краю, в крайнем правом, да, синие там посрединке, ну, вот здесь то же самое, машины все время хотят смешаться, они все время забывают об этом, вот, но нужно помочь им выработать эту привычку, потому что если ключевые сотрудники, ну, не смогут этого сделать, то, к сожалению, дальше расширение бизнеса будет невозможно, поэтому это как бы одна из наших главных стратегических задач, на которой мы стараемся уделять максимум времени. Ну, вот, собственно, то, что касается непосредственно нашего делегирования, если вы с этим путаетесь, то распишите себе роли, если, например, вы хотите работать с супругом и искусственно разделить свои обязанности, вот, то, скорее всего, у вас вряд ли это получится, и вообще, я знаю, что заставлять, например, кого-то нельзя. У нас это как бы все очень в органике сложилось, то есть действительно каждый занимается тем, что ему интересно, иногда бывают такие вопросы, когда мы просто, ну, скажем так, договариваемся, давай все-таки договоримся, чья это зона ответственности для того, чтобы мы вдвоем этим не занимались и не тратили на это время без того, как бы, которое очень ценным у нас является. Вот, и вот это важный, как бы, момент, который должен быть. Ну, и плюс уважение позиции другого человека, то есть если вы договорились о том, что в финансах главный он, то тогда не настаивайте на то, что финансы нужно выделить там на что-то. То есть вы скажите свое мнение и скажите там, окей, решение за такое. Вот, и даже если он ошибется, ну, ничего страшного, опыт тоже необходимо получать. То есть дайте человеку возможность ошибиться, иначе вы никакие там отношения мужа, жены, да, и бизнес-партнеров не сможете совместить. Вот, у нас с ПБФУ прекрасно это получается, я так считаю, ну, как бы даже не то, чтобы со стороны, а именно изнутри то, что я вижу. Вот, мы, в общем, смотрим в общий котел, да, мы понимаем, что рискуя, что это наши деньги, да, которые уходят из нашего семейного бюджета в случае проигрыша, и приходит в наш семейный бюджет в случае выигрыша. Поэтому нам, ну, весьма просто этими вещами распоряжаться, потому что наши взгляды, опять-таки повторюсь, на все совпадают, это очень круто. Если же, ну, мне кажется, искусственно это вырастить нельзя. Если у вас в семье на это очень множество проблем, то, наверное, я бы не рекомендовала сходиться все-таки в семейном бизнесе, и чтобы это добавляло еще руганье. В нашем случае бизнес, наоборот, помогает нам меньше где-то ругаться, акцентировать внимание на чем-то там, знаете, личном, потому что нам всегда в какой-то даже ситуации личной есть на что переключиться, поговорить о работе и как-то, знаете, смягчить ситуацию, забыть о ней, пережить ее, и, ну, в последующем просто там промолчать и про себя посмеяться с того, что она была. Вот и все. Все. Не буду делать это видео бесконечно. Желаю вам хорошего дня. Спасибо, что пишете мне. Жду ваших лайков, конечно же. И, в общем, пусть у вас все будет хорошо. Пока.